всем большой привет и я решила записать это инфо видео скажем так какие-то новости осветить я вообще плохо это делаю поэтому у меня нет таких видео но это важная новость в том что шатер сток меняет скажем так систему премии но систему как процентов до систему которая оплачивает рассчитывает доход автора в принципе это не секрет что стоки регулярно меняют до какой-то процент то есть это было и на ай стоке на кен сток на депозит где-то это были скандалы я помню с депозитом был большой скандал когда сток начинает продавать картинки дешевле чем раньше а то есть он сделать какие-то акции снижает цены и за счет этого автор получает за одну продажу меньше в сумме как бы в сумме может быть это даже играет хорошую роль на допустим так получилось в свое время с депозит фото данную лично у меня и сейчас допустим у моего мужа с ай сток тоже получилась хорошая история то есть за счет количества до выросли все равно продажи выросли доходы да то есть за счет того что товар становится дешевле его чаще покупают и как бы доход автора в принципе балансируется вот шатер что сделал шатер а то есть раньше было как да то есть сначала автор получает там я уже не помню в цифрах там сначала допустим 23 процента от продажи потом там 28 33 36 общем какие-то такие проценты по самое большое было 36 процентов то есть там когда у тебя общий там доход достигает допустим больше трех тысяч долларов по моему было как-то так или там ну по-моему до трех или пяти тысяч ты получаешь там по моему вот этот максимал куда там 36 процентов от продажи до этого ты там как бы копишь она бы так накапливается сейчас еще не вступила в силу но вроде как поменяли что будет 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 ежегодно накапливаться отдельно то есть продал там 500 работ 1000 работ там 5000 работ там по 25 тысяч работ то есть сколько ты продаешь у тебя там 15 процентов 20 процентов там там самое большое вам 40 процентов ты получаешь но в конце года снова обнуляется и снова накапливаются эти проценте не знаю насколько это бы хорошо или плохо вступит ли это вообще в силу или нет это пока вот приходит письма счастья на всем кто напишите внизу кстати вы получали ли такое письмо вот это именно касается шатер стока и еще я решила просто не за поделиться своим каким-то мнением я ну не мнением а жизненной философии дорогие друзья товарищи да так как у меня теперь канал такой немножечко эзотерически ну не эзотерический но как бы мне нравится об этом говорить я посмотрела всякие там в общем сейчас время наступило очень такое интересное да очень интересно и сейчас меняется рынок меняется индустрия это не хорошо неплохо перемены да в принципе перемены переживать на какой-то такой положительной ноте это вообще гигантский талант навык и так далее да потому что перемены мы как бы скатываемся в негатив и это легко а вот перемены пережить на ноте позитива или хотя бы надежды да там вдохновение это сложно и глядя на историю которая была раньше да то есть представляете нам сколько человечество сколько перемен произошло да там сколько вот допсим две тысячи лет взять человеческая жизнь изменилась полностью то есть образ жизни изменился картина мира изменилась средства для заработка денег изменились короче изменилось очень много и это сплошные перемены и у нас сейчас тоже время перемен и как мы с ними справимся именно внутренне да не внешне потому что внешне мы можем быть и богатые бедные молодые старые красивые некрасивые там счастливые несчастные там в любви или одинокие то есть внешне может происходить все что угодно меня здесь именно интересует наше внутреннее состояние что я при всем этом чувствую в каком состоянии я нахожусь обижен ли я на весь мир или я принимаю все с каким-то более-менее достоинством это где-то не читала но не религии до меня фразу говорили что а если потерял деньги хорошо что бог взял деньгами да мог взять чем-то другим вот ну я не помню дословно но как бы концепция такая да то есть все что с нами случилось можно представить что могло бы случиться еще в тысячу раз хуже но как бы там я не знаю силы свыше там пролили свою милость да и я допустим потерял там не знаю гораздо меньше чем в потенциале мог бы честно говоря мне этот помогает справляться со всеми какими-то трудностями да там не знаю например у меня сейчас из насущного да там я поменяла свой пайпл на просто там не был электронный адрес и я поменяла адрес пайпл вот у меня все деньги приходят на скрилл и я забыла что что аисток приходит на файпл вот и получается я там не поменяла адрес но забыла просто и так вышло что деньги не пришли вообще никуда они зависли и я как бы получается не знаю даже получу я эти деньги или не получу там буквально 100 долларов но сам факт что просто немного становится обидно когда вот такие какие-то косяки в жизни да и много я вот где у меня там да там 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 не пришло там не пришло там не пришло и я в таких ситуациях всегда думаю что а могла потерять там не знаю гораздо больше до лучше вот так вот да я думаю что это это как раз из серии да хорошо что бог взял деньгами мог взять как бы чем-то другим вот мне это помогает жить в общем видео такое больше наверное ну как бы и профессиональная да потому что нас напрямую касается если будет меняться да там сейчас особенно вот и мы от этого как бы зависим мы с этим напрямую связаны если вы также работаете на стоках то просто наверно не терять разум и не терять веру надежда да я уже четыре года на стоках и честно говоря постоянно какие-то ну передряги были конечно такого кризиса не было там пандемии тоже не было но в любом случае что бы ни произошло да да если у вас есть желание продолжать работать на стоках да продолжать работать в творческой такой профессии в любом случае как делаю я да я просто в таких каких-то на этапе перемен да просто как бы выжидаю смотрю что будет дальше в любом случае а что бы ни было перемены они неизбежны и они неизбежны и здесь самое главное сохранять внутреннее спокойствие и не знаю может быть терпение может мудрость какой-то степени прошлом своем видео я показывала что я читаю псалтырь стараюсь по крайней мере читать да стараюсь питать его каждый день и и это как раз в ту кассу в ту серию что это конечно как бы немножко так наверное вырвано из контекста да на моем втором канале более такой мой постепенный путь да как я вообще к этому пришла но так или иначе действительно подумать о чем-то более значимым важным да там более глобальном более вечном никогда не поздно никогда не лишнее вот и как бы если если какие-то трудности и проблемы да то не знаю можно историю почитать и понять что в мире было гораздо более сложные времена не знаю зачем я к чему я это и зачем но так или иначе вот я в общем хотел поделиться каким-то как я переживаю да какие-то перемены и возможно трудности потому что возможно действительно доход упадет доход будет меньше как бы рисовать так криво что у меня все немножко криво да может быть действительно дохода станет меньше жить станет сложнее и я не знаю а то есть то что будет с этим бизнесом стоковым но вот лично мой опыт поможет даже за пять лет как я этим занимаюсь каждый раз пророчат все стоки больше не будут существовать да вот каждый год вот эти пророчества они есть и тем не менее они существуют они существуют по сей день по сей день они приносят деньги неплохие деньги то есть это а а альтернатива до обычной работе особенно если вы вы вкладываетесь туда вот в общем никому не падает духом а полные надежды полные какого-то вдохновения творчество пандемия пройдет вот ну а в любом случае обратите внимание что есть что-то вечное да в этом материальном мире как бы действительно вечного нет ничего как бы ну об этом я не призываю из страха да начинать читать все таки мне я призываю из любопытства из ну какого то такого да вот чувства других немножко чувств вот вот если кому интересно я могу посоветовать книгу святого луки за что я полюбил страдания так сильно очищающие мою душу это та книга с которой начала именно я свой именно духовный путь вот великолепная книга я не знаю это было просто все в одном месте она не такая ее можно даже онлайн аудиокнига есть ее можно просто прослушать там буквально два часа я ее читала год то есть я ее реально перечитывала 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 возвращалась к ней как раз я тогда подсела на литрес и ее там тоже можно найти скачать и она у меня была всегда в телефоне я всегда когда мне было сложно мне было страшно мне были какие-то странные периоды в жизни я всегда ее просто читала открывала и у меня и сердце успокаивалось и мне было легче на душе когда она мне именно ну помогала Сейчас я уже как-то отошла от Литреса, как-то, я не знаю, немножечко у меня взбились, взбился мой компас, ориентиры, вот эта вся история, вот, но так или иначе, действительно есть что-то более ценное, более значимое, более вечное, чем просто зарабатывать деньги, тратить, зарабатывать, тратить, зарабатывать, тратить, помер, да, то есть неожиданно родился, неожиданно жил, неожиданно ушел на пенсию, неожиданно помер, вот, я к этому вас не призываю, я наоборот, как бы, хочу, чтобы все мои подписчики были счастливые, были довольны жизнью, были мудрыми людьми, были теми людьми, которые не отрицали что-то новое, да, что-то новое, это всегда какой-то маленький стресс, но впоследствии это гигантские возможности. Все, надеюсь, видео было полезным и интересным, всем спасибо за внимание и всем пока!